доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики канала даже не записки очередной ролик в дороге ну так получается что вот этот исторический период у меня очень много времени занимает транспорт поэтому вот именно вот в этой конфигурации приходится осуществлять запись ролика тема ролика возникла вчера думаю достаточно интересная злободневная кажется сейчас у нас тепло очень думаю что больше большая часть страны чувствует лето даже у нас на северо-западе среднесуточная температура в районе 20 градусов днем до 20 восьми у нас сейчас в питере области и соответственно ночью там не знаю до 18 опускается что-то такое даже больше среди температуры в связи с этим возникает вопрос хранения яйца не только столового яйца но и столового яйца вообще правильно вовремя собранное яйцо не перегретое не треснутое не поврежденное качественно уваженное хранится достаточно долго мы не берем вариант а вот столовое яйцо которое необходимо сохранять в течение определенного времени если его собрали продали человеку человек взяв у вас какое-то количество запасом хочет его сохранить либо вы вы сами допустим собираете яйцо в связи с тем что заказа на это яйцо у вас происходит не систематически а с определенной периодичностью и надо набрать какое-то количество в связи с этим вот этот вопрос очень актуален если зимой межсезонья когда прохладная температура яйцо хранится без проблем то сейчас его надо либо в холодильник где оно в принципе если верить источникам да и практике может храниться до полугода а прохладное время года вне холодильника и три месяца должен хранится может храниться но сейчас летом если яйцо не положили в холодильник или в погреб допустим прохладное достаточно место то это автоматически приводит к усыханию яйца то бишь это визуально можно определить по влечению воздушной камеры то есть либо когда вы разбиваете яйцо там очень много воздуха либо когда варите на яйцо и потом чистить и оказывается что выемка вот это вот соответствующей воздушной камере достаточно велика то есть чуть и не третий яйца испарилась либо она может пропасть в том случае если хотя бы мельчайшая трещинка в яйце была либо и того хрящи если температура хранения превышает 27 градусов 28 градусов то идет начало развития эмбриона если яйцо будут вареное если куры у вас сидят без петуха то тут проблем меньше гораздо меньше при высоких температурах нежели с яйцом об удовлетворенном так как я уже сказал начиная 20 28 градусов уже начинается развитие эмбриона вообще вообще так таковое развитие эмбриона как пишут некоторых статьях англоязычные прессы начинается из 18 градусов просто там очень и но незаметно ну согласно советской теперь в российской литературы интенсивная но неправильное развитие эмбриона начинается температура сразу сказал 28 градусов примерно то есть эмбрион начинает развиваться яйцо автоматически портится так как температура невысокая то это развитие останавливается зародыш гибнет и яйцо начинает портиться тухнуть то есть при хранении 28 градусов и выше обдутворенные яйца у вас очень очень быстро испортится хранение из при такой температуре удовлетворенных не должно превышать буквально пять-шесть дней в том случае если у вас яйцо не оплодотворенное то тут проблем меньше она может храниться при таких даже более высоких температурах просто высыхая достаточно долго месяц-два просто надо предохраняться от неприятных нюансов даже если не вас копируется разбивая его претворительно разбивать его куда отдельную тару а не сразу на сковородку либо там в тесто куда вы его применяете соответственно какие есть методы решения этого вопроса ну помимо холодильника помимо погреба то бишь на помимо снижение температуры ниже чем 27 раз по цельсию но если допустим у вас работает и домокондиционером у себя установить температура 23-24 градуса то воды температуре опять-таки даже подтворенное лицо может лежать достаточно долго в том случае если у вас есть потребность сохранить это яйцо более долгий период и больших объемах то есть ряд способов у меня есть ролик посвящен этого поводу но я еще раз напомню помимо того что вот в предшествии исторический предшествующий исторический период когда человек уже познакомился с курицей для кого не секрет что по разным данным этот период вычисляется сроком от двух тысяч лет до восьми тысяч лет а возможно и более долгий период соответственно холодильников не было да и ледников в тех районах где кур адаптировали где они были тоже не было а яйца сохранить хотелось в том числе при путешествии по морю когда достаточно калорийный продукт яйцо позволяло разнообразить пищу моряков такие же методы применяли ну при путешествии по морю либо у жителей которые жили в приближней зоне самое элементарное это яйца заливали соленой водой морской и данный метод позволял сохранить яйцо полгода без проблем единственный нюанс в связи с тем что вода соленая с одной стороны предохраняет попадание в яйцо патогенных организмов которые могут привести к его порче с другой стороны все таки обмен между яйцом и жидкостью которого находится идет яйца становились солеными а при толку хранения горько-соленым то бишь не очень вкусными не слишком приятными при употреблении в пищу в местности где с водой соленой все плохо применяли другие способы то есть о всяких патогенных микроорганизмах о всяких плациллах, инфекциях народ в то время догадывался вряд ли но методом проб и ошибок вывели определенный механизм то есть не понимали что почему то зачем то надо оградить яйцо от воздействия воздушной среды по всему размещали яйца цепучие материалы ну самое идеальное конечно просто только соль но каменная соль сейчас уже наше время впереди камера на полосу достаточно доступный продукт питания консервант но не то сейчас цены выросли на них в принципе как и на все подписываю на мною белье вот сами понимаете соль была очень дорогая чуть ли не навесу это недавно происхождение слова солдат производное слово соль то есть человек служащий за соль соль с воином который подслужил определенную службу расплачивались соль она была эквивалентом стоимости целого ряда товаров, продуктов и вне зависимости от того куда после службы наемник отправлялся он знал что на соль можно будет соль можно будет продать обменять вот от этого слова солдат в самом простом наименовании наемник не образовалась соответственно тот кто имел возможность помещал яйцо в соль тот кто не имел помещал яйцо в пшено, в зерно, в муку и таким образом продлевал срок хранения до трех месяцев все эти уже перечисленные способы более-менее доступны и сейчас если у вас допустим ну хозяйство до такой степени автономно что электричество чисто за счет дизеля денег запускать не получается а есть необходимость хранения яйца определение в определенных сроках в течение каких-то сроков при этом и погреба нету то вот возможно размещение яйца такого рода если куче вещества проще всего соль но опять-таки учитывайте что и здесь есть коэффициент воздействия соли на яйца может быть яйцо для соленого прихранения в соль в любом случае прежде чем потом продавать это яйцо я не говорю пускать в пищу пускать в пищу просто как я уже сказал разбивайте смотри что-то прежде чем продавать эти яйца их надо провоскопировать ничего сложного нет вот почему я говорю что тема возникла вчера приехал к детям они были в отпуске перед этим мы им передавали яйцо у нас часть яйца хранилась в холодильнике а часть стояла просто на холодильнике впереди камера на полосу я думаю дай-ка я его проверю потому что там уже яйцо уже месяца полтора наверное температура стоят высокие вот в комнате в любом случае порядка 22-23 градусов несмотря на то что на улице жарче но определенный микроклимат сохраняется в квартире итог из 33 проверенных яиц которые у них оставались десяток лежал в холодильнике он в идеальном состоянии даже воздушная камера не такая уже большая а вот из 20 с лишним оставшихся яиц два я просто выкинул в мусорку почему потому что при их осмотре оказалось что одно бумаг характерный то есть там черное оно уже пропало значит второе пошло в развитие и там эти температуры достаточно низкие классическое кольцо вот вот ну а третье под вопросом как бы у меня когда было с ним возиться я думаю вот приеду обратно после выходных на учебу в город буду там еще несколько дней тусоваться разобью посмотрю нормально пожарить там у нас такое что воздушная камера свободно гуляет по яйцу яйцо прозрачное никаких помутнений нету но вот это воздушная камера которая сама по себе увеличилась еще и гуляет по яйцу вот все остальные яйца в хорошем состоянии и просто напросто слегка увеличена воздушная камера то есть если вы храните каким-либо из вышеперечисленных способов яйцо столовое собирайте его для себя любимого либо на продажу то прежде чем продавать его либо отдавать человеку пищу он это провоскопировать то есть в темной комнате посвятить фонариком и посмотреть что же там внутри происходит заодно потренируйтесь на будущем не надо лениться почему потому что можно один раз и навсегда потерять клиента ну когда человек покупает у вас яйцо разбивает его вещество и там появляется то кляк либо кровь то соответственно этот клиент больше к вам не обратиться или более того в общем предъявят какие-то претензии вот летом вообще при продаже яйца желательно во-первых как можно меньше хранить его и сразу как свежее яйцо продавать людям во-вторых если оно какое-то время прилежало надо его скопировать ну и в-третьих постоянно своим клиентам советовать так ребят вот сейчас как бы лето яйцо свежее но всякое бывает даже вот если какая-то микротрещина даже за эти 5-6 дней при температуре на улице 28 градусов могло что-то произойти если у вас просто нет времени для скопирования чтобы были уверены в том что яйцо нормально аккуратнее разбивайте сначала в тарелочку но опять-таки тут палка на двух концах во-первых надо можно отпугать человек и лучше все-таки вас копировать перед этим во-вторых клиент может в следующий раз сказать нафиг мне это надо вот у другого беру никаких проблем никаких предупреждений никаких там осторожностей лучше я буду у него брать но решать вам если я хорошо знаю человека который со мной давно затрудничает которого никаких претензий не было и которую я не хочу потерять тем более позориться потом по округе я ему предупреждаю вот яйцо свежее трех-четырехдневное а это пятидневное ничего быть не должно ну на всякий пожарный там поосторожно если человек знаю мутный который может ни с того ни с сего претензий какие-то предъявить либо язык длинный не пойми какой который может вас ни с того ни с сего облить грязью всякие люди бывают правильно вот то проще дать ему либо самое свежее яйцо провоскопированное либо соответственно этот период выдержаться от контакта с ним в плане коммерции вот в принципе есть еще целая куча способов долгосрочного хранения яйца который указан рассказом не в ролике какие-то промышленного характера а какие-то в принципе обыденного как вариант подсказываю если вам необходимо сохранить яйцо для себя и вы углубляете в отпуск не хотите чтобы оно испортилось и у вас хорошее холодильник в котором вы уверены можно положить яйцо в морозилку в этом случае даже при конковременном включении электроэнергии в течение суток примерно морозилка не растает вот и яйцо великолепно сохраняется единственное что при этом вы потом его не сможете сварить его можно использовать исключительно в качестве яичницы либо в качестве наполнителя для сдоб то есть при рецептурном производстве блинов я не знаю оладушков каких-то пирожков вот выголь-мога великолепно спереди камера на полосу пробовал вот то бишь вот такой способ хранения тоже очень неплохо единственное что требует больших объемов морозильных камер ну допустим у меня у моего хорошего знакомого который так же как и я занимается охотой и рыбалкой в питерской квартире стоят два короба по 300 литров морозильных которые у него стоят на периодичности наполняется то рыбой то мясом то грибами то какими-то там фруктами из дачного хозяйства там я не знаю клубникой и так далее и вот он туда же уничтожил семятише закладывает яйца то бишь вот он бывает у меня очень достаточно редко чаще получается встречаемся на каких-то мероприятиях типа вот рыбалка я ему там партию есть там штук 60 даю а у них такая особенность в семье что в принципе они почему-то яйца потребляет исключительно при стопу именно то бишь не варят не жарят ну как-то вот так не очень любят яйца куриного и вот этих вот 60 яйцов хватает там почти на полгода и он говорит вообще не жена уже не заморачивается приезжаем говорит сразу в морозилку говорит твои яйца не моя а их кожа вот и говорит без проблем вот такие нюансы вот такой ролик у меня созрел вчера прием скопирование столового яйца хранящегося через полтора километра съезд поверните направо а затем держитесь правее в квартире у моих детей посему еще раз по пунктам сейчас при долгосрочном хранении столового яйца температура не должна превышать 27 градусов желательно вообще чем прохладнее тем лучше если нет возможности хранить яйца в холодильнике желательно все таки найти через 600 метров съезд перед мостом поверните направо а затем держитесь правее если такой возможности нет то хранить необходимо в какой-то сыпучей собственно субстрате как вариант как вариант соль съезд поверните направо а затем через 200 метров держитесь правее при употреблении держитесь правее на мост через полтора километра поверните направо проверять яйцо разбивая его какую-то отдельную емкость а если вы его отдаете на мост на какому-то другому человеку продаете то вас копировать на предмет наличия каких-либо изменений в яйце потемнение колец порчится прежде чем отдавать его человеку и так же учитывайте что при температуре 28 градусов выше начинается развитие эмбриона и яйцо обудотворенное в этом случае хранится очень-очень недолго то бишь неделю не больше а через 500 метров поверните направо хранится достаточно долго там месяц как минимум вот такой небольшой ролик спасибо за внимание я уже практически доехал на всем буду прощаться кому понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки рассказывайте друзья оставайтесь на канале всем хорошего настроения теплого лета кому необходимо как и мне до периодических дождей до новых встреч ребята всего хорошего